Что за год? Да. Не знаю, чего ожидали другие. Возможно, они говорят «мрачный будет год». Неа, не для нас. Для нас это будет год потрясающих, несомненных благословений. Вы обратили внимание, какое слово я использовал? Я не сказал невероятных. Эти благословения будут совершенно несомненными. Аллилуйя! Слава Богу! Разные люди делают разные дела. Есть разные виды благословения для всего, что делают люди. Понятно, если вы делаете что-то правильное. Господь не благословит вас на большие продажи травы. Он не благословит вас, чтобы вы успешно занимались сутенерством. В конце года вы не скажете, «Знаете что, я продал клиентам больше женщин, чем когда-либо в жизни, благодаря Богу». Такого Бог не благословит никогда. Ни в коем случае. Даже не думайте. Нет, Бог благословит только то, что правильно. Бог поддержит только то, что правильно. Вот что я вам скажу. Очень важно, чтобы я сказал это. Бог никогда не будет стоять за тем, что не является частью завершенных дел Иисуса Христа. Если вы скажете Богу, «Господи, дай мне помазание ограбить этот банк», это не является частью завершенных дел Иисуса. Если что-либо не является частью его завершенных дел, Иисус не будет иметь с этим ничего общего. Так что убедитесь, чтобы то, ради чего вы ищете лица Божьего, являлось частью завершенных дел Иисуса Христа. Так что если вы делаете что-то незаконное, и хотите, чтобы Бог был частью этого, такого не будет. Бог никогда не будет участником вашей игры в лото. Поэтому перестаньте об этом молиться. И сэкономьте елей. Поскольку я знаю духовные истины, помажу билет елеем. Возложу руки на него, и буду верить, что получу. Я принимаю выигрыш, я принимаю его. Пойду и тайно положу билет у алтаря. Когда будут молиться, как бы невзначай уроню его. Нет, Бог не участвует ни в каких розыгрышах. Он не поддерживает системы, в которых они добиваются успеха, а другие проигрывают. Он участвует в системах, в которых благословение получают все. А я-то думал, что так смогу выиграть. Господь, я служу тебе. Дай мне выигрышные номера. Ага, три. А дальше? Двадцать один. Хорошо. Я услышал. Ага, пятьдесят. Пятьдесят, понял? Но это не от Бога. Это не от Бога. Не от Бога. Я подшутил над одним из своих сыновей. Позвонил ему и сказал, «Кажется, я знаю, как выиграть пятьсот тысяч долларов. Быстрее записывай. Двадцать один. Тридцать два. Пятьдесят восемь. Два. Семь. Восемь. И повесил трубку». Звоню опять и говорю, «Ну что?» Он говорит, «Я, конечно, записал». Думаю, выиграть, ведь номера пришли через пророчество. Однако Бог никогда не будет участвовать в этой системе. Никогда. Никогда. Вообще никогда. Если бы Он так делал, то был бы лицеприятен. Но такого никогда не будет. Я знаю, кто-то из вас думает, «Да нет, Он может». Вы никогда не можете знать таинственные пути Господа. Для вас Господь и Его пути могут быть таинственными, но не так для нас, для тех, кто ходит в церковь. Мы знаем Господа, и мы знаем Его милостивую природу. Да нет, все может быть проповедник. Куплю себе сегодня билет. Может быть, выиграю несколько сотен миллионов долларов. Надо попробовать купить билет еще и своему сыну. Однако Бог поддерживает систему благословения, а не розыгрыш и лото. Не играйте в такие игры, пользы от них нет. Итак, 12 глава книги Бытия. «И сказал Господь Авраму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бог говорит, «Я благословлю тебя, чтобы ты был чем? Благословением». Кто-то скажет, «Вы что, участник клуба, благослови меня?» На прошлой неделе я сказал, что да, мы участники этого клуба, потому что если мы не будем благословлены, то не сможем благословить других. Вы должны благословлять других, но прежде, чем это сделать, вы сами должны быть благословлены. «Да, но у меня нет денег». Я не говорю о деньгах. Бог благословляет как? Словами. Бог благословляет посредством чего? Слов. С этого все и начинается. Дамы и господа, со слов. Ваша нынешняя жизнь — это общий ток слов, которым вы позволили выйти из ваших уст. Вспомните, что вы говорили, и как долго вы это говорили, и посмотрите на свою жизнь. Ваша жизнь соответствует вашим словам. Ваша жизнь соответствует вашим словам. Если у вас посредственная жизнь, значит, ваши слова посредственные. Если ваша жизнь под проклятием, значит, вы произносите слова «проклятие». А если ваша жизнь благословенна, вам надо научиться говорить слова благословения, даже когда ничего не происходит. Вам надо научиться. Встаете утром, говорите слова благословения. Вы смотрите на ситуации, они выглядят плохими, и такими и являются. Но ваши уста не будут способствовать им. Потому и сказано, вы имеете то, что говорите. Поэтому некоторым из вас надо поменять свои слова. Ваши эмоции побуждали вас говорить вещи, которые говорить не следовало. Из-за своих эмоций вы говорили слова, которые вредили вам, и это надо исправить. Иисус разобрался в ситуации с Петром, который трижды отрекся от него. Иисус так классно спросил Петра трижды, «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» Я думаю, что Иисус сделал это для того, чтобы отменить отречение Петра. Бог так благ. Слава Богу. Так что в этом году мы будем говорить слова благословения. Аминь. Мы будем говорить слова благословения, так? Говорите слова благословения даже над вашими врагами. Что говорит Слово Божье? Благословляйте ваших врагов. Аминь. Хорошо. Обратимся к первой книге Паралипоминон. Иовис попросил пять вещей. Первая книга Паралипоминон, 4 глава, 9 стих. Иовис попросил пять вещей. И вот о чем я хочу, чтобы вы просили Бога каждый день. Каждый день. Некоторые люди не верят вам, когда вы свидетельствуете об Иисусе. Некоторые люди не верят вам, когда вы говорите о Слове Божьем. Некоторые не верят вам, когда вы стараетесь изменить их жизнь. Но когда они увидят колесницы, они ободрятся. Они вам поверят. Я верю, что этот год будет годом, когда мы увидим определенные вещи. Итак, вот оно, 9 стих. Иовис был знаменитей своих братьев. Поэтому давайте установим одну эту вещь. Это достойный человек с достойным характером. Поэтому я не могу сказать, что его молитва о себе является недостойной. Религия говорит вам, не молитесь о себе. Это эгоистично. А я вам говорю. Если никто не благословляет вас, благословляйте сами себя, для того, чтобы быть благословением. Молитесь сами за себя, если надо. Итак, он был достойным человеком. Знаменитей братьев своих. Мать дала ему имя Иовис, что значит «приносящий печаль». Приносящий печаль. Ого! Вы представьте себе. Это проклятие, дамы и господа. Вот так его назвали. И каждый раз, называя его по имени, люди высвобождали проклятие. Иовис, приносящий печаль. Это все равно, что назвать своего ребенка Диабло. И возвал Иовис к Богу Израилеву. Поняв, что его имя — проклятие, и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, как этот парень может быть таким надменным, прося благословений лишь для себя, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил». Значит, правильно, Иовис молился, раз Бог не спасал ему то, чего он просил для себя. Иовис попросил пять вещей. Слушайте внимательно. Первое, чего он попросил — «Благослови меня». «Благослови, благослови меня». Изучая этот текст, вы увидите, что он не просто сказал «Благослови меня», а «Благослови, благослови, благослови меня». Это была молитва от всего сердца. Второе, чего он попросил — «Распространи пределы мои, расширь мои границы, расширь мою территорию». Думаю, последствием того, что вы будете каждый день молиться Богу «Благослови меня», будут два результата. Это благословение приведет к расширению ваших пределов. Благословение не оставит вас таким, какой вы есть. Благодаря этому благословению ваша территория расширится, ваши границы раздвинутся. «Благослови, благослови, благослови меня». Помолившись так, вы не сможете остаться прежним. «Распространи пределы мои, мои территории». Третье, о чем он попросил — «Да будет рука твоя со мною». Никогда не выходите из своего дома, не помолившись. «Господи Боже, благодарю Тебя за то, что рука твоя со мною». Исследуйте местописания, в которых говорится о руке Божьей. Повсюду, где была рука Божья, происходило что-то чудесное. А когда Бог отнимал свою руку, происходило что-то плохое. Каждый день вам необходимо, чтобы рука Божья была с вами. Благословение необходимо вам каждый день. Распространение пределов необходимо вам каждый день. Это ваш насущный хлеб. Четвертое, о чем он просил — «Охраняй меня от зла». Сохрани меня от зла. Каждый день для вас приготовлено какое-то зло. В некоторые дни один и тот же вид зла. Для того, чтобы это зло не причинило вам вред, каждый день молитесь. Сохрани меня от зла. Даже Иисус молился так о своих учениках. Откройте Евангелие от Иоанна, главу 17. Думаю, это 15 стих 17 главы. Здесь Иисус молится о своих учениках. И также в Евангелии от Матфея 6.13. Послушайте. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это мое соответствующее действие. Это мое сотрудничество. Если присутствует зло, как мне сделать так, чтобы оно не повлияло на меня? Молиться. «Боже, сохрани меня от зла этого дня». Евангелие от Матфея 6.13. Иисус стал говорить о молитве Господней после того, как ученики попросили научить их молиться. И вот посреди молитвы Господней Иисус советует в 13 стихе 6 главы. Послушайте, что Он говорит. Что советует. Вот оно. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, от зла. Избавь нас от зла». Иисус советует молиться так. «Избавь нас от зла этого дня». Иисус молился. «Охраняй меня от зла». Молитесь так каждый день. Не думайте. В прошлом месяце я просил Бога охранять меня от зла. Этой молитвы хватит и на следующий месяц. Каждый день есть зло. И каждый день необходима защита от него. Пятое. «Пусть зло не принесет мне вреда и горе». Охраняй меня от зла. Пусть оно не принесет мне вреда и горе. Каждый день молитесь так. Для чего? Чтобы вам не получить зла и горе. Зло будет происходить. Зло будет пытаться атаковать ваши эмоции, атаковать ваше тело, атаковать вашу семью, отношения. Сохрани меня от зла. Господь, чтобы мне не получить ни зла, ни горе. Ни зла, ни горе. Вот пять вещей, являющихся насущным хлебом. Пять вещей, о которых надо молиться. Благослови меня, Господь. Распространи пределы мои, мои территории. Да будет рука твоя со мной. Сохрани меня от зла этого дня. И не допусти, чтобы зло принесло мне вред или горе. Каждый день молитесь так. Вот вопрос, который возникает у вас. Сколько раз мне молиться так за себя? Эти пять молитв относятся к категории насущного хлеба, насущных нужд. Выглядит как клуб «Благослови меня». Аминь. Так оно и есть. Как я вам сказал, если вы не благословлены, то и не можете быть благословением. Вопрос. Сколько раз мне так молиться, при том, что это уже сделано? Откройте 11 главу Евангелия от Луки, стихи с 6 по 13. Евангелие от Луки 11, 6-13. Сколько раз мне молиться такой молитвой, учитывая то, что все уже сделано? Является ли с моей стороны недостойным молиться так, ведь все уже сделано? Я говорю вам, молитесь так каждый день, это ваш насущный хлеб. Покажите на экране то местописание, что я сказал. Ага, вот оно. Я прочту все это местописание до конца главы. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Это говорит Иисус. Он говорит, а тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Он говорит просящему, не могу дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его... Что это за слово? Это постоянная настойчивость. Он постоянно настаивает. По неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Поскольку он так неотступен, так постоянно настойчив, поскольку он не сдается и не уходит, дам ему, сколько просит. Девятый стих. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Расширенный перевод. И я скажу вам, постоянно просите. Постоянно ищите. Постоянно стучите. И я скажу вам, просите, или постоянно просите. В греческом тексте. Постоянно просите, и дано будет вам. Постоянно ищите, и найдете. Постоянно стучите, и отворят вам. То есть, продолжайте это делать. Не переставайте это делать. Продолжайте. Религия учит нас. Помолись один раз. А если будешь молиться больше одного раза, это уже сомнение. Вовсе нет. Дальше. Одиннадцатый стих. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Двенадцатый стих. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Вот ответ. В тринадцатом стихе. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, подразумевается, просящим у вас, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. У Бога есть дары, которые он хочет дать своим детям. Но вы должны просить. Продолжать просить. Искать. Продолжать искать. Стучать. Продолжать стучать. Если взять первые буквы английских слов «искать», «просить», «стучать», что получится? Слово «просить». Акцент здесь такой. Просите. 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 Да я уже попросил один раз. Ну так продолжайте просить. Помните, как вы в детстве, несмотря на то, что ваша мама и папа говорили вам «нет», все равно продолжали просить. Просите. Мама, ты можешь мне купить это к Рождеству? Не сейчас. Мама, ты подумала, ты купишь? Не сейчас. Мама, я верю Господу, что ты купишь мне это к Рождеству. И вы знаете, что будет дальше. Вы сделаете все возможное, чтобы исполнить просьбу ребенка, особенно если он стоит перед вами. Если ребенок не стоит перед вами, тогда и просьбу вы исполняете не так охотно. А если он стоит перед вами и настойчив, его просьба будет выполнена. Евангелие от Луки, 18 глава. Еще одна иллюстрация стояния перед Богом в прошении. Евангелие от Луки, 18 глава. Я прочту стихи с 1 по 8. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В расширенном переводе не сдаваться, не терять присутствие духа, не ослабевать. Должно всегда молиться и не сдаваться, не терять присутствие духа, не ослабевать. Со 2 стиха начинается притча. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Третий стих. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». О, дамы и господа, «Вы слышите, о чем я говорю? У всемогущего Бога есть насущный хлеб для вас. Он ждет, когда вы откроете свои руки и дадите Ему свое согласие на то, чтобы Он излил благословение в вашу жизнь». Брат Доллар, а не называется ли это напрасной молитвой, напрасным повторением? Если я буду повторять молитву снова и снова, не будет ли это напрасным повторением? Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. «Являются ли такие молитвы напрасным повторением?» Я хочу дать вам точное определение того, что такое напрасные повторения. Расширенный перевод. «Омолясь, не громоздите фразы, не умножайте слова, повторяя их снова и снова, как язычники». Это и есть напрасные повторения. Еще раз. «Не умножайте слова, повторяя их снова и снова, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, напрасные повторения — это заучивание молитвы наизусть и повторение ее слов снова и снова из памяти, а не из сердца. Иисус, говоря о молитве Господней, не хотел, чтобы такое происходило. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 13. Вопрос был, «Господи, научи нас молиться!» И Иисус сказал им, «Молитесь же так». И здесь можно обратиться к синодальному тексту, потому что из него мы заучили эту молитву. Напрасные повторения — это когда вы одни и те же слова повторяете снова и снова из памяти, а не из сердца. Вот чего Иисус никогда не хотел — чтобы вы дословно запоминали молитву, которую Он учит нас, как молиться. Когда Его попросили научить молиться, Он сказал, «Молитесь вот о чем». Не забывайте включить в молитву следующее. Он не имел в виду, чтобы вы заучили Его ответ, превратили Его в молитву и бездумно повторяли ее. «Если я говорю, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Аминь. Откуда это исходит? Прямо из моей памяти. Затем я снова повторяю эти слова, и снова, чтобы эффектно закончить проповедь, люди говорят, «А теперь давайте вместе произнесем молитву Господню». Почему мы ее говорим вместе? Потому что все заучили ее наизусть. Однако же, это напрасное повторение. Не делайте этого. И не учите своих детей это делать. Учите их разговаривать с Богом. Учите их разговаривать с Богом, потому что молитва — это общение. А чтобы общение было эффективным, требуется взаимодействие. Молитва — это не монолог, когда говорите только вы. Есть люди, которые молятся несколько раз в день, поворачиваясь к определенным местам. Они произносят одни и те же молитвы, но это бездумное, напрасное повторение. Цель молитвы, дамы и господа, создавать взаимоотношения, создавать близость между вами и Отцом Небесным. Но этого не произойдет, если вы будете цитировать что-то по памяти. Цель молитвы — развивать взаимоотношения. Это когда вы общаетесь с Богом, и Бог общается с вами. Молитва — это не монолог, а диалог. Вы что-то говорите Богу, а Он в ответ что-то говорит вам. Вы приходите к Богу по-простому и говорите, «Господь, сегодня врач поставил мне такой диагноз, но я так благодарен Тебе за то, что Ты две тысячи лет назад решил эту проблему и дал мне исцеление. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты позаботился обо мне даже еще до того, как я родился. Я очень ценю это, и у меня нет страха и беспокойства, потому что знаю, Ты так сильно любишь меня». Потом вы сидите в тишине и слышите голос Господа, «Да, но Ты не знаешь, насколько сильно я люблю Тебя. Я так люблю Тебя, и никогда нет моей воли на то, чтобы Ты страдал. Я милостивый Бог, и я сделаю так, что Ты одержишь великую победу над болезнью. Но Тебе надо поработать над чем-то. Ты беспокоишься. Да, Господи, я стараюсь не беспокоиться, но все-таки думаю об этом. Как я дал Тебе исцеление, так решу и эту проблему. Я люблю Тебя, и хочу, чтобы Ты верил в это каждый день. Все время я верю Господи и благодарю Тебя». И вот устанавливается связь между Вами и Отцом Небесным. И в этот разговор приходит присутствие Господа. После молитвы вы чувствуете нерелигиозное удовлетворение, что вот я все сказал правильно с религиозной точки зрения. Нет, я сказал то, что было в моем сердце. И Господь ответил в мое сердце. И присутствие Божье коснулось даже моего физического тела. Я сказал, спасибо. Может быть, заплакал, и у меня появился мир, которого до этого не было, потому что я поговорил с Господом и дал ему возможность поговорить со мной. И вот молитва становится не просто отделенным временем для Бога, которым вы хвалитесь перед людьми. Молитва — это то, что вы делаете на протяжении всего дня. Вы готовитесь пойти на собеседование и говорите, «Господи, я сделал все, что знал, чтобы приготовиться к этому собеседованию, и я хочу, чтобы воля Твоя исполнилась в моей жизни. Я очень хочу эту работу. И, Боже, если у тебя нет с этим проблем, поможешь мне получить ее?» Бог отвечает вам, «Не говорил ли я тебе, что ты зенится око моего? Я знал, что ты хочешь эту работу и приготовил ее для тебя еще до того, как ты попросил. Помни моей любви и позволь мне вести этот разговор. Просто говори то, что услышишь от меня, и делай это с улыбкой. А потом мы вместе порадуемся. Вы входите с таким помазанием, что вы еще не открыли уста, а вам говорят, «Вы приняты». Такое происходит. Я ехал на встречу с одним чиновником. Ситуация тогда была очень серьезной. И я сказал Господу, «Дай мне слова», и я скажу их, ну и в таком духе. Я верю, что ты используешь меня. Господь сказал мне, «Сын, я хочу, чтобы на этой встрече ты выучил лексику молчания». Если у вас Библия с собой, давайте откроем первую главу послания к Ефесинам. Мы сделаем обзор того, о чем говорили на прошлой неделе. И к сказанному я добавлю то, на что тогда не было времени. Думаю, очень важно, чтобы мы это поняли. По причине того, куда оно нас приведет, я хочу назвать сегодняшнее послание, «Извлечение своего насущного хлеба». «Извлечение своего насущного хлеба». Кто из вас знает, что какие-то вещи вам требуются каждый день? Аминь? Каждый день вам нужен воздух, правильно? Пища, вода нужна вам каждый день. И важно, чтобы вы знали, как, говоря в духовном смысле, извлекать свой насущный хлеб и то, что благословения стали доступны вам. Сегодня я добавил некоторые моменты, которые придадут еще больше ясности, больше понимания молитвы Явиса и тому, что мы попросили делать вас каждый день своей жизни. Я действительно ожидаю от вас очень многого. Я на самом деле верю в вас. И верю в то, что бывшее прежде невозможным для вас перестанет быть таким. Вы начнете жить на уровне, необычном для среднего христианина, по причине вашего посвящения вкушать от насущного хлеба. Поэтому в это утро давайте снова начнем с третьего стиха первой главы Послания к Ефесинам. Послания к Ефесинам, первая глава, третий стих. Давайте прочтем третий стих снова вместе. Готовы? Читаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Обратите внимание на то, что Бог уже сделал. Абсолютно. Посмотрите, что Он уже сделал. Он уже что? Благословил вас. Опять-таки, благословение — это сила, которая позволит вам переживать шалом во всех областях вашей жизни. Благословение — это сила переживать мир во всех областях вашей жизни. Благословение — это сила переживать мир, сила быть благословенным в каждой области. В греческом тексте «благословил нас всяким духовным благословением» сказано, что вы были благословлены всяким видом благословения. Поэтому нет ничего в вашей жизни, для чего не было бы вида благословения. «Скажите, я был благословлен всяким видом благословения». Вы подумайте, через что бы вы ни проходили, есть вид благословения, соответствующий любому виду ситуации в вашей жизни. Бог сказал, «Я уже дал вам силу, вы — наследники всякого вида благословения». «Скажите это, я — наследник всякого вида благословения». Кто из вас знает, что все эти благословения вы не получаете за один раз? То есть, сделав вас наследником благословений, Бог не излил их на вас в один раз. Вы поймите, если ребенок наследует 5 миллиардов долларов и ламборджини, давайте вставим в этот пример ламборджини, хорошо? Ребенку 5 лет, и кто из вас знает, что если он попытается поехать на автомобиле, это может его убить, хотя он и полноправный наследник, он еще не готов к определенным видам благословения. Они начнут приходить тогда, когда он правильно выстроит приоритеты в своей жизни, когда он вырастет и достигнет позиции, когда определенные виды благословения смогут быть даны ему. Некоторые из вас еще не получили определенные виды благословения, потому что не готовы к ним. И Бог не станет давать вам такой вид благословения, который принесет вам вред. Хотя это благословение ваше, вы наследуете его. Хотя вы по праву можете получить его, есть определенные законы, которые не позволят вам получить определенные благословения. Хотя Отец-миллиардер оставил богатство вам, вы не можете получить его сейчас, в это время. Итак, Бог уже благословил вас всяким видом благословения. Всяким видом благословения. Вот что я хочу вам сказать. Откройте 12 главу 2 Послания к Коринфянам, 9 стих. Второе Послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Прежде чем я начну говорить, я хочу, чтобы вы увидели следующее. Второе Коринфянам, 12, 9. Область вашей слабости — та самая, в которой в том году проявится сила Божья. Та, где вы слабы, вместо вашей слабости будет присутствовать благодать. Область вашей слабости — та самая, в которой проявится сила Божья. Где вы слабы, там и проявится благодать Божья. Послушайте, что говорится в 9 стихе. «Довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается...» В чем? Обратите внимание на то, что говорит Бог. «Сила моя совершается в чем?» Значит, область вашей слабости — та, в которой совершится сила Божья. Итак, там, где вы были слабы раньше, область вашей наибольшей слабости в прошлом году в этом году станет областью вашей наибольшей силы. Аллилуйя! Дальше апостол говорит, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Я пророчествую над вами, что сила Христова будет обитать в вас. Давайте я скажу еще раз. Сила Божья обитает в вас сейчас во имя Иисуса. Скажите, «Я больше уже не слабый. Там, где я когда-то был слабым, теперь я силен». Говорю вам, Бог заслуживает хвалы за это. Гарантирую вам. Аминь. Говорю вам молиться каждый день. «Боже, прошу, чтобы ты благословил меня». И я знаю, у вас возникает вопрос, для чего нам молиться о благословении, когда мы уже благословлены? Зачем нам молиться о том, что у нас уже есть? Зачем мы молимся о благословении, когда оно у нас уже есть? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы вы рассмотрели пару мест Писания. Евангелие от Матфея, 6 глава. И я могу задать вам вопрос, для чего мы молимся, когда Иисус знает, о чем мы будем молиться еще до того, как мы помолились? Прочтем 8 стих 6 главы Евангелия от Матфея. И Иисус говорит, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него». И в 9 стихе, «Молитесь же так». Послушайте, что он говорит. Сначала, что знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. А затем, молитесь же так. Кажется, будто он говорит, «Поскольку я знаю, в чем ты имеешь нужду еще до твоего прошения у меня». Проси. Но нет, он говорит иначе Поскольку я знаю, в чем ты имеешь нужду еще до твоего прошения Молись так То есть, он говорит Тебе все равно надо взаимодействовать со мной Тебе все равно надо сотрудничать со мной И твоя часть в том, что я уже сделал Это молиться Вы молитесь не для того, чтобы Бог сделал то, о чем вы молитесь Когда вы молитесь Ему Вы молитесь Богу о том, что Он уже сделал Вы молитесь Богу об отвеченной молитве на то, о чем вы молитесь Поскольку Бог уже знает, о чем вы будете молиться Он уже ответил на вашу молитву И Ему нужно ваше согласие, чтобы дать вам просимое Теперь вам понятно? Слыша послание о благодати, люди делают вывод Раз Бог все уже сделал, то мне и делать ничего не надо Он ведь уже сделал все Нет, нет, нет Вы сделали вклад на свой банковский счет Но есть процедура снятия денег со счета Хотя деньги на счету есть Но если вы не выполните процедуру снятия средств Деньги так и останутся на счету С вашей стороны необходимо, чтобы вы соответствовали Взаимодействовали и сотрудничали с тем, что уже стало доступным вам Хорошо, откройте 11 главу Евангелия от Марка Евангелие от Марка, 11 глава 24 стих Послушайте, что говорит Иисус в 24 стихе У кого из вас есть желание получить то, что совершенное Иисусом Сделало для вас доступным? Я имею в виду исцеление, освобождение Вы желаете, чтобы это проявилось в вас Это уже сделано, совершено И стало доступным вам Благодаря завершенному делу Иисуса И пролитой им крови Но вы желаете, чтобы это все проявилось в вас Если у вас долги, вы желаете, чтобы деньги проявились? Если Господь совершил все То где же оно? Оно здесь Только вам надо знать, как соответствовать завершенным делам Послушайте, что сказано в 24 стихе Потому говорю вам Все, чего не будете просить в молитве Что делаете? Верьте, что получите И что? Обратите внимание Иисус не говорит вам Когда молитесь, умоляйте Бога И может быть Он даст просимое вам Нет, Он говорит Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите Потому что все уже сделано Не так, что Помолюсь, может быть, умолю Бога что-то сделать Я узнал, что болен и молюсь Боже, исцели Исцели меня Нет Исцеление совершилось еще 2000 лет назад Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите Понимаете теперь? Все дело во времени Все дело во времени В котором вы действуете Понимая, что Бог уже сделал Мы должны соответствовать Это и имеет в виду апостол, говоря Вера без дел мертва Говоря эти слова, Иаков не имеет в виду Что вы, имея веру Идете и что-то делаете Чтобы она сработала Он говорит Вера без соответствующего действия Вера без сотрудничества Мертва Вера Авраама была живой Он верил в то, что он праведен перед Богом Поверил Авраам Богу И это вменилось ему в праведность Не усилия сделали его праведным Но он поверил в то, что его праведность Была свершившимся фактом Поскольку он поверил Богу Но вера без соответствующего действия Мертва Все, что вам когда-либо понадобится в жизни Уже было совершено Но надо понимать По этой причине вы не можете просто сидеть И ничего не делать Все уже сделано Пусть благословение упадет на меня Но это работает не так Это работает не так Вам необходимо соответствовать Вы должны дать согласие Вы должны прийти к Богу с открытыми руками Говоря Мы готовы принять то, что ты сделал для нас Мы даем согласие на то, чтобы ты это сделал Мы сотрудничаем с тобой Вы понимаете, что я говорю? Если вы этого не поймете Многие люди говорят Раз благодатью Божией благословения стали доступны Буду отдыхать И когда Бог захочет, тогда и сделает Нет, нет, нет Бог уже сделал А когда хотите этого вы Не давайте религиозный ответ Прямо сейчас Прямо сейчас Да, можете получить и сейчас Сейчас, Господь Мне нужны эти деньги сейчас Хорошо, а сколько ты отдашь сегодня? Молчание Даяние Даяние — это соответствующее действие и сотрудничество Необходимое для получения Я думаю, что это собственные усилия Нет, вы не полагаетесь на себя Мы говорим не о том, чтобы вы, полагаясь на себя, что-то осуществили Мы говорим о том, чтобы вы делали что-то Будучи в позиции для принятия того, что Бог уже осуществил Вам необходимо быть в позиции принимающего Вам надо брать Надо принимать Принимать в речи Принимать в хождении Принимать в уме Вам необходимо соответствовать Быть в согласии с тем, что уже было сделано Прямо здесь все было сделано Все, что когда-либо понадобится мне Внутри меня В моем духе Это представляет мой дух Но с другой стороны Вот я в физическом мире И нуждаюсь в том, что уже было сделано в духе Мне нужно, чтобы это проявилось вот здесь, в физическом мире Так что дело не в том, что «Боже, сделай это!» Он уже все сделал И вложил это в мой дух Дело в том, что делаю я, чтобы принять то, что уже было сделано А часть этого — признавать, что все уже было сделано В шестом стихе послания Филимону говорится Что если вы хотите, чтобы ваша вера начала работать Тогда начните признавать добро, которое уже есть внутри вас А это значит, что вы достигнете момента, когда признаете, что это абсолютная правда Ваше исцеление было совершено 2000 лет назад Это реальность Исцеление существует Оно существует в вас И вы принимаете его Подумайте Что вы сделали для того, чтобы родиться свыше? Какой была ваша часть? Что вы сделали для того, чтобы стать рожденным свыше? Ничего Вы сказали «Я был спасен благодатью» Благодать обеспечила спасение И что дальше? Вы его приняли верой, верно? Верою вы приняли его Вы проснулись на следующее утро Ваши руки не стали новыми И ваши ноги тоже не стали Как правая, так и левая Посмотрите на мои руки Они выглядят новыми Посмотрите на мои ноги И они тоже Нет, нет Прежние руки И те же самые ноги Нисколько они не изменились Ничуть не изменились Но вот что изменилось Вы открыли руки и дали согласие принять то, что Иисус уже сделал Это и есть жизнь веры Это жизнь веры Я движим не тем, что я вижу Но я соглашаюсь Я настолько верю в то, что все уже было сделано Что даю согласие У меня открытые руки перед Богом Бог говорит «Я уже знаю, о чем ты будешь молиться» Молись же так, потому что это твоя часть Дать согласие исполнить процедуру для освобождения частей того, что я уже дал тебе Аминь Если вам понятно, скажите аминь Давайте снова откроем третью главу послания к Ефесиным и продолжим Прежде чем вернуться к молитве Явиса Говорю вам Какой это великий год Это действительно так Неделя за неделей Кто из вас верит в то, что он благословлен сейчас? Давайте поконкретнее Кто из вас верит в то, что получает деньги сейчас? Библия говорит «Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите, и будет вам» Там не сказано «Когда будете молиться, но ответа по-видимому нет» Нет «Верьте, что получите, и будет вам» Послушайте, вы не можете принять Пока не будете верить, что получите Одна часть — это физическое проявление Но верить, что получите — это часть соответствующего действия Поэтому прежде чем принять Вам надо верить, что получите Но если вы не верите, что получите, и основываете свое принятие чего-то на своих чувствах, то это вовсе и не вера. Это не вера. Послание к Ефесинам, 1 глава, 3 стих. Давайте исследуем значение слова благословения. Как я уже говорил, слово благословения на иврите — барак. Барак, барак. Чаще всего в такой форме. На иврите обычно эти слова говорят дважды. Мир, мир. Барак, барак. Исайя 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Совершенном. То же самое слово, что и в мире. То есть, твердого духом ты хранишь в мире. Мире. В мире. Мире. То же самое слово. Барак, барак. Благословение, благословение. Мир, мир. Аллилуйя. Итак, Бог уже благословил вас всяким. Барак, барак. Да. Я не сказал «Обама, Обама». Я сказал «Барак, барак». Хорошее имя. Если я когда-нибудь встречусь с ним, то скажу «Замечательное у вас имя». А что значит имя Крефла? Я не знаю, но просто просил Господа «Благослови, благослови меня». Однажды я спросил свою бабушку «Откуда взялось это имя Крефла?» Помню, она сказала «Из Детройта кто-то увидел его на кладбище». Я сказал «Ой». Люди старались как-то утешить меня. Кто-то сказал, что это имя значит «Классный». Нет, у этого имени. Нет такого значения. Я не знаю, что значит Крефла. Вы не знаете, что значит это имя. Зато я знаю, что надо говорить. «Господи, благослови, благослови меня». Что бы мое имя ни значило, оно не принесет мне проклятие, поскольку я говорю Господу «Благослови, благослови меня». Вы называете меня Крефла, а я называю себя Благословенный. Что за имя? Из-за него у меня всю жизнь были проблемы. Когда новый учитель зачитывал список класса, я делал паузу. Я знал, он точно хочет прочесть мое имя. Кри... Криф... Крифлу... Крефлу... Один учитель сказал, «Три доллара даром». Как это вообще? В четвертом классе учитель французского всем давал французские имена. И назвал меня Шарль, потому что не знал, что значит имя Крифла. Я и к этому был готов. Мой дедушка так и не научился выговаривать мое имя и назвал меня Клиф. Эй, маленький Клиф, я не мог понять... К-Р-Е-Ф-Л-О... Где тут вообще Клиф? Отец Кена назвал меня Крип. Эй, Крип! Я вам расскажу историю про венчание, одну из самых смешных в моей жизни. Была свадьба отца Кена, и церемония происходила во дворе. Я стою, читаю все как положено, и вдруг папа, так мы его называем, папа говорит, «Эй, Крип!» Прямо посреди церемонии. Я думаю, «Папа, что ты хочешь? Мы же венчаем тебя!» Крип, ну подойди сюда, быстро! Слушай, одолжи мне твое обручальное кольцо на минутку. Я говорю, «Папа, зачем оно вам?» Ну, одолжи мне его на минутку. Я говорю, «А теперь обменяйтесь кольцами». Он взял мое кольцо, и надел его ей. Я произнес молитву, он говорит, «Ну, снимай же его, Крип!» Я такого никогда в жизни не видел. И вот оно произошло. Потом все пошло своим чередом, но скажу вам, в те времена люди знали, как выходить из ситуации. Раз у него с этим проблемы не было, я дал ему свое кольцо. Для чего я вам все это говорю? Каким бы ни было ваше имя, оно не должно служить для вас проклятием. Вы можете ходить в благословении. Господь, благослови, благослови меня. Аминь. Таково значение слова «благословение» на иврите. Греческое слово «евлогия». Евлогия. Логос. Слово. Первая часть. Ев. Значит, хороший. Получается, «Говорите вы хорошо». Евлогия. «Говорите вы хорошо». Или же «говорите вы хорошо». Поэтому, если речь идет о высвобождении благословения, в третьем стихе говорится, что Бог уже благословил вас всяким духовным благословением. Вы спросите, как Бог это делает? Когда Бог благословляет, Он что, изливает что-то с небес? Каким образом Бог благословляет кого-либо благословениями? Давайте рассмотрим 22 стих 1 главы книги «Бытие» и увидим, как приходит благословение. Каким образом Бог благословляет кого-либо благословениями? Книга «Бытие», 1 глава, 22 и 28 стихи. Очень важно понять это. В 22 стихе говорится, «И благословил их Бог, говоря, плодитесь, и что? Размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле». Обратите внимание на первую часть 22 стиха. Бог благословил их как? Бог благословил их как? Сказав доброе. 28 стих. И вы замечаете. Вот как Бог благословляет. «И благословил их Бог и...» Что еще произошло? Бог благословил их, и Бог что? Бог благословил их, и Бог что? Как Бог благословляет? При помощи слов, верно? Он благословляет словами. Бог благословляет словами. Бог благословил их, говоря. Бог благословил их и сказал. Значит, когда вы говорите хорошо, вы благословляете. Когда вы говорите негативно, вы проклинаете. Евангелие от Марка, 11 глава. Подойдя к смоковнице, Иисус не сказал ей, «Проклинаю тебя, смоковница». Однако то, что он сказал, было проклятием. Имя Иавис было проклятием. Каждый раз, когда кто-то произносил имя Иависа, это было проклятием. Евангелие от Марка, 11 глава, 12 стих. Негативные слова Иисуса. Сказанные смоковницей являются проклятием. Послушайте, на другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, 13 стих, «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков». Вот что он сказал смоковнице. И сказал ей, смоковнице, Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и слышали-то ученики его». Когда они через сутки возвращались, то увидели, что смоковница засохла до корня. Но разве Иисус говорил, «Проклинаю тебя, смоковница!» Однако об этой смоковнице Он сказал негативное. На смоковнице должны быть смоквы, чтобы люди могли есть их. Но Иисус сказал, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Это было проклятием. Таким образом, проклинать – значит говорить негативное, а благословлять – значит говорить хорошее. Говоря негативно, вы проклинаете. Говоря хорошо, вы благословляете. Благословение приходит через ваши хорошие слова. Так приходит благословение. Поэтому в этом году вы услышите, «Как я буду провозглашать над вами доброе, хорошее?» И буду делать это так часто, как это возможно. Потому что всякий раз, говоря над вами доброе, «Галилуя!» Я благодарю Бога за то, что благословение приходит в вашу жизнь. Аминь. И мы должны говорить хорошо друг о друге. Говорите хорошо о своем муже. Приходя домой, вы, бывает, делаете и то, и другое, и целуете, и проклинаете его. Какая польза от того, что вы говорите ему? Ты посмотри на себя неудачника. Таким ты и останешься всю жизнь. Его жизнь и будет такой, и часть ответственности за это несете вы. Ничего не изменится, пока вы не начнете благословлять своего мужа, а вы проклинаете его. Библия говорит, что из одного и того же источника, из одних и тех же уст, не должно исходить и благословение, и проклятие. Поэтому, если хотите, чтобы что-то начало меняться к лучшему, начните говорить хорошо. Так легко огорчиться на своих детей и сказать, «Они не то, они не это. Ты ведешь себя как глупец». Нет, нет, нет. Не делайте этого. Измените свою речь. И говорите доброе. Вам была дана власть благословлять, и вам была дана сила проклинать. Сделайте выбор использовать слова для благословения, вместо того, чтобы использовать их для проклятия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok